В то казавшееся совершенно обычным утро, в 2003 году, я проснулся, чувствуя себя иным. Новый день не вызывал у меня ни малейшего энтузиазма. Ждать было нечего, ни демонов, чтобы с ними сражаться, ни снаряжения, чтобы совершенствоваться, ни тайника, чтобы разграбить, ни таблиц Excel для разработки стратегии. Это было первое утро после того, как я решил бросить Diablo 2. Diablo 2 – компьютерная ролевая игра в жанре экшн, разработанная американской компанией Blizzard Nord и выпущенная Blizzard Entertainment для Windows и Mac AS в 2000 году. Blizzard Entertainment – американский разработчик и издатель компьютерных игр. Компания была основана в 1991 году. И я чувствовал себя совершенно опустошенным. Я еще не знал, что переживал один из самых коварных эффектов, которые могут оказывать игры. Я называю его ловушкой невозвратных затрат. Но именно в то утро я также пережил самое сильное прозрение в жизни, побудившее меня студента со способностями чуть выше среднего продолжить запуск своего первого бизнес-проекта во время обучения на первом курсе в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса. Позднее эта авантюра позволит мне стать приглашенным лектором в Стэнфордском университете к 23 годам, заработать более миллиона долларов за год и, наконец, стать главным спикером международного уровня в области геймификации еще до 30-летнего юбилея. Что еще более важно, я убедился, что отныне я буду каждый день страстно отдаваться своей работе. Я делюсь этим с вами не ради тщеславия, а потому что действительно верю, если вы осознаете то, что я узнал во время прозрения, вы преуспеете еще больше и за более короткий промежуток времени. Без разброда и колебаний, которые пришлось пережить мне. Диабло 2. Мое благословение в 2003 году, как и многие студенты моего поколения, я был увлечен играми. В каждой я был очень конкурентоспособным и всегда стремился быть лучшим. Я не мог играть небрежно и был максималистом, либо все, либо ничего.